Вопрос конкретный сейчас, ладно, это уже философия. Все-таки можно очень тезисно, кратко, вот те преимущества, которые на сегодня имеются? Вот лично для меня, чтобы я просто сформулировал, попробовал передать тем людям, у кого действительно были большие возможности и остались. Royal Q, у них есть разные режимы, если говорить там, допустим, про режим, у них есть режим работы от средней цены. Это что значит? Вот, грубо говоря, сделка открылась, рынок пошел вниз, открывается вторая, третья, четвертая, пятая сделка. Между первой и последней сделкой образуется средняя шина, и Royal Q продает, допустим, 1% от средней цены. Закрывается цикл, открывается новый цикл. У нас работает робот от каждой позиции, то есть частота сделок намного выше, нежели чем частота сделок от средней позиции. Это если сравнивать с одним из вариантов работы Royal Q. Если сравнивать с тем вариантом работы Royal Q, как у нас, то опять-таки мы в процессе разработки очень многие вещи поняли, как работает Royal Q, и то, что они типа скрывали. А мы типа это не скрываем, потому что мы это переделали. У них, когда сетку настраиваешь, у них ты настраиваешь типа, ну, показатели в сетке для каждого шага. И при запуске бота, бот сразу же открывает 4 позиции. И там, где sub positions, там он начинает показывать пятую, шестую, седьмую и так далее. А первые типа, то есть первую позицию 3, он их прячет там, или первые там 4 или 5, не помню, он их прячет. И он типа этим кусочком потом и выгружает, если рынок идет вверх. И мы никогда не понимали, зачем они так делают. Ну, то есть типа от смысла. А поняли только лишь потом. Royal Q не учитывает биржевые комиссии при покупке актива. И Royal Q, когда покупает 10 монет, он пытается продать 10 монет. Но на самом деле, если на бирже вы покупаете 10 монет, вам приходит 9,99. То есть за вычетом биржевой комиссии на этапе покупки. А Royal Q типа же купил 10, ему надо 10 продать. То есть мы в моменте учитываем биржевую комиссию. Я про это уже говорил на прошлом Zoom, наверное. И мы покупаем ровно столько монет, сколько нам в будущем надо будет продать. А Royal Q они не учитывают. Но они вот эти вот первые шаги, которые покупают, почему они их прячут? Потому что они аккумулируют по-русски типа котлету, да, типа из этих токенов, в рамках которых вы работаете. И потом, когда рынок идет вниз, и каждая позиция открывается, и вот купил типа 10 монет, а на самом деле на бирже купила 9,99, а надо продать 10, он из этой котлетки вот по 0,01 монетке достает. Это я говорю про минимальную стоимость шага. И чем выше шаг, тем больше разрыв в этих монетах. И чем сильнее падает рынок, то есть получается так, что где-то вот здесь наверху мы купили, а рынок упал вниз. И внизу вот сливает эти монетки, которые саккумулировал наверху. Вот при первом входе в роялку, когда нажимаешь купить, он сразу закупает типа первую позицию и сразу совершает там 4 какие-то дополнительные сделки. Вот если стоимость шага стоит, допустим, 100 долларов, то следующие позиции можно выставить по 0,01, то есть там по 10 долларов. И он купит сразу на 150 долларов. Не на 100, и следующий шаг не на 100. Он купит на 150, а потом будет работать по 100 долларов. И всегда был вопрос, почему на 150, а не на 100. Потому что вот эти вот 50 долларов, которые он покупает в токенах наверху, он их потом потихонечку докидывает в ордеральные продажи внизу. И за счет этого это сложно вычислить, но на промежутке времени типа в 200-270 дней это все работает. Но по истечению времени вот эта котлета, она заканчивается, потому что он внизу, если торгуется курс, он докидывает туда монетки. И когда курс начинает идти вверх, и мы доходим до первичной позиции, которую бот должен выгрузить, роялки падают в ошибку, потому что нет уже того количества токенов, которые он покупал изначально. Это на самом деле значимая вещь, потому что он аккумулирует большую котлету токенов наверху и продает ее внизу. И тем самым закрывается минус. То есть RLQ работает в плюс, но не в такой плюс, который у них как бы типа заявляется и выводится. За счет вот такой вот схемы и процедуры. Я не знаю, просто или сложно я рассказал, но по-другому, наверное, не расскажу. А у нас просто в моменте мы покупаем чуть больше токенов просто за счет комиссии биржевой, чтобы продать потом то количество токенов, которое учитывается. Вот и все. Это если говорить про суперважные моменты, но в целом мы по партнерке отличаемся. То есть партнерка в RLQ не такая жирная, как у нас. У нас есть торговый бонус, при котором любого уровня человек может зарабатывать до 50% от нашей прибыли. В RLQ такого нет. Лидерский бонус – это продажа лицензии по двум максимальным веткам. В RLQ тоже такого нет. По поводу касательно процентов начисления. То есть если сравнить нашу ревку и RLQ, то у них совершенно другие проценты, у них там низи. У них люди реально на четвертом, пятом уровне, но зарабатывали не такие большие деньги, как у нас люди, уже которые на третьем уровне. То есть я вижу, сколько у нас зарабатывает. У нас есть один из партнеров, он за месяц заработал 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов они вывели денег в USDT с бота. Все это их заработок. Они на третьем уровне. И они только начали. Поэтому партнерка, алгоритм работы, да и в целом, я говорю, не надо забывать, что то, с чего мы стартуем, уже в RLQ типа два года работает. Да, и это реально рабочая модель. Она будет работать. Но типа мы уже сегодня это имеем. А RLQ спустя два года к этому пришли. И где основатель RLQ? Где хоть какой-то представитель RLQ? Да я не видел, никто их не знает. Я здесь перед вами сижу, я вам все рассказываю. В Минске нахожусь, с половиной ребят из этого чата общаюсь, встречаюсь. Если говорить про такой момент, да, то есть это тоже важно. Опять-таки какие-то отзывы, фидбэки, функционал, все мы это обсуждаем. Обсуждает, кому-то прислушиваемся, что-то делаем, что-то там следуем, чему-то не следуем. В RLQ опять-таки, да, то есть касательно обратной связи, да, то есть я в свое время писал в RLQ, потому что были тоже баги, сбои, мне по факту никто ничего не ответил. У нас как бы суппорт напрямую работает, отвечают, да, иногда долго, да, иногда много заявок, но мы как бы типа всегда на связи. Ну и в целом надо не забывать про комьюнити, да, то есть. Мы всегда ставим в центр юзера, ну, как бы клиента. И у нас есть какой-то чат, какие-то обсуждения, где-то люди смеются и прикалываются, и какие-то общие проблемы обсуждают, и моменты. И я иногда подключаюсь ко всем этим обсуждениям и отвечаю от лица компании на вопросы. И в целом заделан на то, чтобы прийти к дополнительным сервисам, которые сейчас еще нету, да, в RLQ. Это Land and Borrow, ну, я про это говорил на прошлом Zoom, это типа сервис микроэкзитования. Да и в целом выстроить экосистему вокруг продукта, да, то есть, когда не есть один бот и один продукт, и там 2000 человек, а когда это большое комьюнити, это дау-механизмы, когда люди определяют определенные там право голоса, имеют определенный вес, могут каким-то образом иметь влияние на продукт, на развитие продукта. И в целом помимо одного бота и одного сервиса есть дополнительная экосистема. Это какой-то внутренний токен, да, это какие-то пресейл-раунды, это стейкинг, фарминг механизмы. Но опять-таки здесь нужно это все обсуждать, думать и так далее. Это потомка, это микроаккредитование сервиса на ненбору, которое дает больше возможностей в целом для всей экосистемы. То есть, я же говорю, мы не делаем кнопку бабло, ну, я не знаю, как ее сделать, но я знаю, что этот инструмент работающий. Да, понятно, если рынок будет перегрет, то там купи на поте, купи на фьючах, купи через бота, если рынок упадет, ты так или иначе будешь в минусе. Но здесь каждый должен принимать уже свои решения. Да, по поводу саппорта и вообще поддержки, это вы абсолютно правы. Это хуже вообще, условно, там компании я вообще не видел. Ну, в плане Royal Q, это просто, ну, просто помойка в плане вообще ответов, вот это все, это как будто бы с глухими, слепыми, там, каким-то обдолбанными придурками просто общаешься порой, да. Ну, еще не стоит забывать про удобство пользования, тоже важный момент. То есть, я говорю, мы, когда разрабатывали все эти интерфейсы, мы всегда ставили, типа, вопрос человека и его подкованности. И важная задача была сделать продукт понятный и простой, и быстрый для запуска. В Royal Q я им пользовался, я знаю, что это такое. Но настроить это все, ну, ой, что-то мне говорится. Но настроить это все в Royal Q без, типа, наставника, ну, нереально. И, как бы, вот это еще основной момент. То есть, мы делаем простой продукт, понятный продукт.